Здравствуйте, с вами календарь рыболова. Май принесет с собой много осадков, однако при правильном выборе тактики и техники ловли на клев это практически не повлияет. Теплая вода вблизи берегов и бурно цветущая растительность привлекает много белой рыбы, а за ними следуют хищники, значительно облегчая труд рыболова. С 20 числа в некоторых регионах Украины заканчивается нерестовый запрет, с чем я вас и поздравляю. В этом выпуске мы с вами поговорим о ловле жереха, густеры и форели на платных водоемах, но обо всем по порядку. Синоптики обещают обильное выпадение осадков по всей Украине в период со среды по воскресенье. Средняя дневная температура будет держаться на уровне от плюс 13 до плюс 20 градусов, а ночная от плюс 6 до плюс 12. Западный ветер сменится на южный и к концу недели будет дуть с севера. А его скорость в середине недели может превысить 8 метров в секунду. Атмосферное давление обещает быть на удивление стабильным, составляя от 738 до 745 миллиметров ртутного столба. Исходя из лунного календаря рыболова и прогнозов погоды, лучшими днями для рыбалки станут первые два дня недели. Ловля жереха в мае крайне перспективна, в первую очередь потому, что он припадает на довольно продолжительный посленерестовый период. Искать его стоит в первую очередь на сильном течении и мелкой воде, на участках с наличием перекатов. Именно там наблюдаются наибольшие скопления жереха. Как и в случае с другой хищной рыбой, ловля будет проходить при помощи спиннинговых снастей. При этом стоит делать расчет на дальние забросы, потому как жерех – весьма осторожная рыба, обладающая отличным зрением. Поскольку атака приманки жерехом всегда сильная и стремительная, понадобится безинерционная катушка с хорошо отлаженным фрикционным тормозом, с намотанной на ней мононитью диаметром до 0,22 мм. В качестве приманки используются воблеры длиной до 7 см, вращающиеся и колебающиеся блесна, съедобная резина и костмастер. Как и жерех, форель не любит теплой воды. Высокая активность этой рыбы будет наблюдаться до тех пор, пока водоемы не прогреются выше 18 градусов. Пока же ее ловля в полной мере возможна лишь на платных водоемах, которые искусственно поддерживают популяцию рыбы и предоставляют наилучшие условия для рыболовов. Важно также помнить, что форель в первую очередь реагирует на всплеск при падении приманки в воду. Так, оптимальной длиной удилища будет от 2 до 2,5 метров, а его тест должен составлять от 10 до 15 грамм. Предпочтительно использование мононити диаметром до 0,2 мм. Опять же, как и в случае с жерехом, рыболовам предоставляется очень широкий выбор приманок. Различные воблеры и блесна длиной до 6 см. Заброс приманки в нужное место сыграет решающую роль, так как позволит воспользоваться стайным инстинктом и внутренней конкуренцией за добычу. Близится нерест у густеры. В полной мере он наступит в тот момент, когда температура воды в водоеме достигнет плюс 18 градусов. Дождливая погода в период жора этой рыбы не станет преградой. Рыба продолжит кормиться на более-менее чистых участках. С наступлением мая средняя глубина ее обитания составит от 1,5 до 2,5 метров. Свежая растительность, которая высокими темпами появляется вблизи берегов, является естественной средой обитания различных личинок и мелких ракообразных, которые привлекают густеру. Подведем итог. Исходя из прогнозов синоптиков и лунного календаря рыболова, лучшими днями для выхода на рыбалку на этой неделе станут понедельник и вторник. Однако и в последующие дни клев будет достойный. Жерех держится на сильном течении недалеко от берега. Ловим спиннингом на монофильную леску, на воблеры, блесна, съедобную резину и кастмастер. Середина мая – лучшее время для ловли форели на платных водоемах. Ловим спиннингом тестом 10-15 грамм на небольшие воблеры, блесна и съедобную резину. Густера готовятся к нересту. По всей видимости, он наступит в первых числах июня. Ловим на поплавочную или фидерную снасть, на мясо моллюсков, опарыша или червя с использованием прикормки. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи. Редактор субтитров А.Семкин